Убирают своими силами. На большой наледи прохожие скользят, как на катке, а машины проезжают здесь с трудом. Ледяную корку люди обнаружили утром. Пётр Неупокоев, тренер спортивной секции для детей, рассказывает. Сначала думал отменять занятия. В помещении невозможно открыть окна из-за запаха. Да и передвигаться по улице травмоопасно. В итоге тренировку всё же провели. Вот только теперь мужчина переживает за другие последствия. Самое неприятное – это антисанитария полнейшая. Потому что эти сточные воды, неизвестно, какие в них палочки и всякая зараза. И всё это на ботинках будут притаскивать в клуб. И я не знаю, что нам в этом плане делать. Пётр Неупокоев отмечает этот многоэтажный дом такой, что именно сюда сливаются все стоки, которые выходят из канализационных труб. Но проблема не решается уже несколько лет. На место прорыва выехали специалисты МУП «Водоканал». Они устранили аварию и назвали причины. При возникновении на наружных канализационных сетях аварийных ситуаций, засоров, вызывающих излив стоков на поверхность, при производстве работ по устранению данных ситуаций, специалистами МУП «Водоканал» города Иркутска установлено, что в большинстве случаев причиной засоров является скопление в канализационных колодцах и трубах большого количества твердых бытовых отходов, средств личной гигиены. Коммунальщики предупреждают, чтобы не допустить подобных аварийных ситуаций, нужно правильно использовать систему канализации, исключить сбросы бытовых отходов. И тогда не придется страдать тем, кто совсем не виноват. Ирина Белогрива, Виктория Малая, Александр Гаврилов и Павел Рютин. Новости сейчас. Новости сейчас.